Пожалуй, любой человек испытывает различные эмоции, понимает, что эти переживания естественны, но зачастую они перерастают в страх, который доставляет дискомфорт. Например, мы переживаем за здоровье детей, благополучие близких, нас пугает неизвестность и множество других вещей. В череде этих страхов отдельное место занимает фобия. Но, как говорится, не так страшен черт, как его молюют. Фобия — это сильный и навязчивый страх, не поддаешься полностью логическому объяснению. Он может быть направлен на каких-либо живых существ или на предметы, виды деятельности или ситуации. Мы решили узнать, чего боятся тверичане и как борются со своими страхами. Есть ли у вас какие-то фобии или страхи? Высоты. Борьтесь как-то с этим или вот насколько часто в жизни сталкиваетесь? Боремся. С параплана прыгала. Стараюсь подниматься на высоты. Ну, конечно, это тяжело дается. Но прогресс есть. Есть, да. Высоты лифтов почему-то, наверное, замкнутого пространства. Вот как-то боретесь с этими страхами или все-таки привыкли к ним? Нет, наверное, привыкла. Да, у меня есть фобия «Боюсь темноты». Как-то с ней боретесь или все-таки привыкли уже? Ну, я думаю, что больше привыкла. Вообще, у меня работа как бы связана с тем, что приходится с этим бороться. Я работаю на квестах, иногда приходится работать актером, аниматором, там в темноте ждать, поджидать людей, пугать. Таким образом, конечно, боремся немножко. Поэтому вы сами боитесь именно, да. Даже не знаешь, кому страшнее, людям или мне. Страх одиночества есть. И, конечно же, хочется, чтобы победить свой страх высоты. Вот у меня очень сильный страх. Ну, я борюсь тем, что стараюсь на лошади кататься и на велосипеде кататься, чтобы преодолеть этот страх. Нет, ничего не боимся. Мы бесстрашные. Ну, я боюсь замкнутого пространства. Очень. Ну, вот вы как-то с этим боретесь или как-то это уже приняли, привыкли? Ну, как с этим бороться? Погружать все время себя в страх не получается, потому что боишься. Нет, просто когда оказываюсь в замкнутом пространстве, испытываю, конечно, тревогу и волнение. Это раздражает. Ну, хотелось бы с этим бороться. Не знаю, есть ли способы. Возможно ли побороть свой страх и как это сделать, узнали у психотерапевта Юрия Рыльского. Когда мы создаем искусственный страх с помощью собственного воображения, то в конечном итоге нам надо будет учиться управлять умом. И управлять тем содержимым ума, которое мы накопили. Даже с помощью каких-то небольших упражнений мы на поверхностном уровне управления умом можем изменить реагирование на страх. Потому что во многих случаях во время невротического страха нужно страх посетить, а не бежать в то место, где мы боимся, где находимся. Потому что когда мы сбегаем из того места, чего мы боимся, то страх усиливается так, как усиливается неопределенность. То есть избавиться от фобии вполне реально. Нужно приложить грамотные усилия, посмотреть своему страху в глаза. Тогда мышление и восприятие начнет меняться. И человек сможет управлять своим состоянием, что поможет чувствовать себя гораздо лучше, комфортнее и увереннее. Как говорится, у страха глаза велики. Продолжение следует...